МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премия в 200 тысяч тенге. Звание лучший и всеобщее признание. Восемь медиков стали обладателями премии Акима Карагандинской области в честь профессионального праздника работников здравоохранения. Карагандинский учитель физики Юрий Пак вышел на свободу. Это стало возможным после того, как осужденный за лжетерроризм признал вину и раскаялся. Суд заменил неотбытую часть наказания на штраф. Лучшие определены. В учебном центре СПАСК подвели итоги третьих международных военно-патриотических сборов Айбен. Состязание продолжительностью четырех дней собрало более 600 участников. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премия в 200 тысяч тенге и всеобщее признание. Аким Карагандинской области наградил лучших работников медицины в честь профессионального дня медицинского работника. Праздничное мероприятие состоялось в минувшую пятницу во Дворце культуры горняков. Медицинский работник – это самая гуманная профессия. Такими словами, Аким Карагандинской области Ярлан Кушанов обратился ко всем собравшимся. В честь профессионального праздника во Дворце культуры горняков по традиции собрались лучшие представители медицины. Глава региона отметил, что сегодня проблемы в системе здравоохранения постепенно решаются. В планах строительства в Караганде здание областной больницы и операционного блока онкологического диспансера. Глава государства всегда говорит о том, что здоровье нации – это основа успешного будущего страны. И это будущее находится в ваших профессиональных руках. И от лица всех карагандинцев я хотел бы поблагодарить наших медицинских работников за милосердие и профессионализм, за верность этой непростой вашей работе. И часто мы ждем от вас чуда, и вы его совершаете. Дорогие друзья, я с большим удовольствием поздравляю вас с профессиональным праздником. Пусть у вас будет как можно меньше экстренных ситуаций и как можно больше благодарность пациентам. Желаю вам прежде всего крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия и профессиональных успехов. Спасибо еще раз огромное. Лучшими специалистами в своих областях стали восемь врачей. Всем им вручены премии в размере 200 тысяч тенге. Среди награжденных и заведующая отделением первой поликлиники города Тимиртау Валентина Марченко. Она стала лауреатом премии в номинации «Лучший терапевт». Это, конечно, очень радостное, очень значительное событие для меня в нашей жизни. Но мы надеемся, что мы не сдадим позиции и будем продолжать дальше улучшать наше здравоохранение и нашим трудом делать все возможное для благосостояния нашего народа. Своих наград нашли лучший хирург Карагандинской области, лучший акушер-гинеколог, лучшая медицинская сестра. Специальная премия Акимобласти в номинации «За верность профессии» в размере 600 тысяч тенге вручена руководителю Центра восстановительной медицины и реабилитации областного центра травматологии и ортопедии имени Макожанова Отану Макишеву. Макишеву, Отану, руководителю Центра восстановительной медицины в цели реабилитации областного центра травматологии и ортопедии имени профессора Макожанова. Уважаемые коллеги, позвольте мне поздравить вас с праздником. Каждому дому счастья, здоровья вам всем. Премия Акимобласти работникам здравоохранения была учреждена в 2006 году. Как знак высокой оценки деятельности медицинских работников, признание их заслуг по развитию этой сферы в нашем регионе. Награждения очередовались с концертными номерами, подготовленными местными творческими коллективами, а вел церемонию специально приглашенный заслуженный деятель культуры Казахстана Нурлан Абдулин. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Народные песни сменились кюями и терме. На сцене Карагандинского дворца культуры горняков состоялся отборочный тур международного музыкального проекта «Менхазахпан». В нем приняли участие Акыны и Айцкеры Карагандинского региона. Свидетелем отборочного тура стал заместитель Акима Карагандинской области Жандос Абишев. О подробностях телевизионного мегапроекта в материале Фаризея Албаевой. Музыкальный проект направлен в первую очередь на популяризацию национальной музыки такого древнего вида искусств, как термейки. В данный момент в регионах проходят специальные отборочные этапы среди исполнителей народной музыки. В областном отборочном туре приняли участие более 35 исполнителей. Стоит отметить, что организаторами мегапроекта выступила национальная телерадиокомпания. Оценивала выступление конкурсантов строгое жюри, в составе которого вошли видные и заслуженные деятели культуры. Участники всячески старались показать свои таланты на высшем уровне. Музыкальный конкурс «Мен Казахпан» – это своего рода шанс заявить о себе. Такой проект в стране проводят впервые. Организаторы уверены, что он войдет в историю. Важность проекта в том, что конкурс дарит участникам путевку на большую сцену. Здесь есть знатоки, исполняющие народные песни на национальных инструментах – домбра, кабыз, сырнай. Сценическая одежда участников также должна быть в национальном стиле. Отборочные туры сейчас проходят по всей стране, а также в России, Китае и Монголии, где большие казахские диаспоры. Уровень наших музыкантов очень радует. Это уникальный проект. Такого еще не было. В поисках талантов жюри уже побывало во всех областях Казахстана. Везде стараются отметить не только таланты людей, но и визитные карточки городов. Наш регион 13-й в ваншуроте музыкального конкурса. И каждый из 36 участников показал свои необычайные способности. Самые лучшие получат путевки на республиканский телевизионный конкурс. Самый юный в областном этапе – Лангасыр Хамии. 18-летний юноша участвовал в номинации инструментального исполнения. Я приехал специально из Шетска и очень рад, что сегодня нахожусь здесь. Для меня это большая честь. Мы должны поддерживать казахскую культуру. Музыкой я занимаюсь с детства и очень хочу оказаться в числе победителей. Испытать свои силы решил и Термиши Бауржан Ермухаметов из Бухаржравского района. Он прошел отборочный этап на местном уровне и приехал уже на областной отбор. Участник заявляет, что их всех объединила любовь к народной музыке и культуре. Я считаю, что каждый представитель культуры Казахстана должен быть здесь и показать свои способности. Для меня большая честь участвовать в этом проекте. Музыка – это неотъемлемая часть нашей культуры и истории. Мы должны сохранить ее, прививать любовь к народному творчеству у молодежи. Сегодня я защищаю честь своего родного района. До этого я уже выступал на различных конкурсах, айтысах, но сегодня особенно волнуюсь. Отбор уже прошел во всех областях Казахстана. Далее Астана, а также отбор казахоязычных музыкантов в России, Китае и Монголии. В финал телевизионного конкурса войдут лишь три участника от каждого региона. В номинации «Традиционный исполнитель Скараганды» в финал отбор прошел Ануар Адамбаев в номинации «Киша» в «Балкан Смогулов». А лучшим исполнителем «Терме» стал Нарухамед Байсугуров. Именно им предстоит защищать честь области. Финал мегапроекта пройдет в Астане. Победители будут награждены специальными статуэтками и призами. Также будут определены победители в различных номинациях. Проект пройдет в формате телевизионного шоу. Съемки начнутся в сентябре нынешнего года. Порез Албаева, Исламья Коспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Далее о происшествиях. В воскресенье на Федоровском водохранилище в районе яхт-клуба произошло два несчастных случая. Местные отдыхающие нашли в воде тела двух мужчин. Спасатели узнали о случившемся, когда уже ничего нельзя было сделать. В 19.14 департамент по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение от очевидцев. Местные отдыхающие обнаружили и вытащили из воды тела двух мужчин. Одному погибшему 50 лет, второму 52 года. Лишь за минувшие выходные было зарегистрировано пять случаев гибели людей на водоемах. Из них двое детей. Карагандинские спасатели просят горожан и гостей города во время купания быть очень внимательными и следовать несложным правилам, которые помогут сохранить вам жизнь. 17 июня 19.17 в городе Караганда на Федоровском водохранилище в районе яхт-клуба было обнаружено тело двух мужчин. Это 1967 и 1965 года рождения граждане. Они были найдены очевидцами. Причины обстоятельства устанавливаются. Сотрудники прокуратуры Карагандинской области подвели итоги проекта «Эффективное представительство». Этот проект работает около двух месяцев, но уже есть результаты. Он направлен на функционирование юридических служб государственных органов, устранение действий, которые наносят ущерб интересам государства. Собравшимся подробно рассказали о нарушениях, выявленных в ходе анализа. Кроме того, были предположены пути решения проблем. Если сравнить статистические данные, с прошлого года по сегодняшний день можно отметить, что нарушения государственными органами продолжаются. Причем из года в год одни и те же. Как показал анализ, государственными органами допускались нарушения в процессах за последние полтора года. Это 2016-2017 год, истекший период. Более тысячи нарушений было допущено в суде. Более 250 раз действия государственных органов в суде признавались незаконными. Мы по этим всем фактам, конечно, приняли меры прокурорского реагирования, но на сегодняшний день назрела необходимость именно в проведении комплексных мер для устранения нарушений, которые были выявлены нами в ходе реализации проекта. Проведен анализ более трех тысяч судебных актов, аудио-видеопротоколов, судебных заседаний, анкетирования юристов и общественных организаций. Все распространенные ошибки внесены в реестр нарушений. На его основе были разработаны методические рекомендации, которые помогут юристам в их практической деятельности. Мне хотелось бы отметить, что курсы переподготовки государственных служащих проходят целые служащие, которые впервые назначаются на государственную службу либо впервые назначаются на руководящую должность. Обучение по данному курсу осуществляется в течение шести месяцев с момента назначения данных государственных служащих на указанной мной должности. В свою очередь повышение квалификации государственных служащих проводится не менее одного раза в три года. Приобретение услуг по переподготовке и повышению квалификации государственных служащих осуществляется в нашей стране в организациях при президенте Республики Казахстана и региональных центров по переподготовке и повышению квалификации. На территории Карагандинской области обучение государственных служащих преимущественно осуществляется региональным центром переподготовки и повышения квалификации госслужащих аппарата Кима Карагандинской области. Говоря о недочетах, было выявлено отсутствие учебной базы и специалистов по переподготовке юристов. Для решения этой проблемы недавно была создана отдельная правовая дисциплина. Это 24-часовой курс, который проводят прокуроры, судьи и представители заинтересованных органов. Именно такой подход с учетом тенденции сокращения обязательно категории дел позволит дальнейшим юристам самостоятельно и профессионально защищать интересы государства в судах. Оссель Сазымбаева, Жаксулык Нурта, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Осужденный зал же терроризм, карагандинский учитель физики Юрий Пак вышел на свободу. Суд удовлетворил ходатайство о замене неотбытой части наказания штрафом. Сумма составила более 170 тысяч тенге. 17 июня у ворот колонии Юрия Пака встречали родственники, друзья и журналисты. Ну я, конечно, очень счастлива. До последнего я просто не верю, что-то случится. Но это случилось. 17 июня учитель физики Юрий Пак вышел на свободу. У ворот колонии его встретила семья, друзья и журналисты. Напомним, что Юрий Пак в октябре прошлого года был осужден на два года лишения свободы за лжетерроризм. Отбывал наказание в колонии общего режима поселка Карабас. На прошлой неделе стало известно, что Юрий признал вину и раскаялся. В связи с этим судья Абайского районного суда заменил неотбытую часть наказания на штраф. Юрий задали вопрос о признании вины. Он ответил, что было принято такое решение. Однако свою невиновность намерен отстаивать до конца. И мы пришли к выводу, что мы и сделали так. Потому что процессуально, законно, не влияет на отстаивание до меньшей позиции. По невиновности не влияет на подачу кассационных залогов. Вице-министр по делам религии и гражданского общества страны с рабочим визитом посетил шахтерскую столицу. В ходе встречи с молодежью Карагандинской области Абзал Нукенов рассказал о главных ценностях, которые необходимо беречь и сохранять. 17 июня в конференц-зале технопарка состоялась встреча вице-министра по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Абзал Нукенова с молодежью Карагандинской области. Вице-министр поделился с подробностями деятельности под программой «Атамикен», разработанной в рамках реализации программы модернизации общественного сознания Рухани Жанру. Как вы хорошо помните, недавно в свет вышла статья Нурсултана Назарбаева. С этой программной статьей реализовалось много проектов. Один из проектов – «Атамикен», он состоит из двух направлений. Данные программы способствуют росту гражданской инициативности, например, собраться и помочь ветеранам, озеленить город, очистить мусор и так далее. За последние четыре года отмечено резкое снижение количества молодежи, но от этого проблем с занятостью молодежи не становится меньше, заявил Абзал Нукенович. Вице-министр считает, что на сегодняшний день в Казахстане есть много возможностей для саморазвития и поддержки молодежи. Вы представьте себе во всех регионах, кроме одной восточной Казахстанской области, существует управление, подписывающее управление молодежной политики. Есть молодежные искусственные центры, есть центры здоровья, есть КДМ и множество наших общественных организаций, которые помогают. Более 200 инвестиций по стране, есть в регионе 21 инвестиций, правильно? Вы здесь извините. Я думаю, все условия и возможности созданы. Перед конференцией Абзал Нукенович принял участие в церемонии торжественного закрытия международного военно-патриотического сбора молодежи Айбен и посетил историко-культурный центр первого президента в Цемертау. В завершении встречи вице-министр поделился своим видением качеств, которыми должен обладать профессионал. Это любовь к своему делу, самопожертвование, но самое главное – честность и порядочность. Гульнур Жакен, Ажар Агибаева, Исламбек Успан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Самыми меткими, дисциплинированными и креативными стали воспитанники Алматинского военно-патриотического клуба «Житсу Тарландара». Подведены итоги международных военно-патриотических сборов Айбен-2017. Напомним, что в нынешнем году в сборах принимает участие команда президентского кадетского училища из российского города Оренбург. В соревнованиях также принимали участие команды военно-патриотических клубов из 16 городов республики. В течение четырех дней участники демонстрировали блестящие знания, превосходную физическую закалку, а также настоящие боевые навыки. Репортаж с закрытия военно-полевых сборов дали выпуски. Завершился республиканский военно-патриотический сбор Айбен-2017. Четыре дня представители активной казахстанской и российской молодежи состязались по военно-прикладным видам спорта, играли военно-полевую тактическую игру, демонстрировали свои собственные технические разработки. За эти дни ребята прошли хорошую школу. Каждый получил возможность повысить уровень знаний и навыков в военном деле, увидеть современную военную технику и вооружение казахстанской армии. На церемонии торжественного закрытия прибыл первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мурат Майкеев. Он поздравил с завершением военно-патриотических сборов и передал участникам приветствие от имени верховного главнокомандующего президента страны Нурсултана Назарбаева. На мой взгляд, мы хорошую даем школу патриотизма, мужества, любви к родине, любви к своему президенту, любви к своему народу. В этом строю стояли будущие Сагадат Мурмагамбетовы, будущие Талгаты Бегельдины, будущие наши Баужаны Мушола. Ребята очень старались. Я выражаю благодарность нашим организаторам. И, конечно, мы выполняем поручения нашего верховного главнокомандующего, занимаемся молодежью. Далее всех участников ждала самая интересная и волнующая часть мероприятия – награждение победителей. Общекомандные первые места разделились следующим образом. Среди военно-патриотических клубов лучшим стал жидцут Орландары из Алматинской области. Второе место занял военно-патриотический клуб «Жаскран» из Семея. Замкнула тройку команда «Бркут» из Астаны. Среди республиканских школ «Жасулан» первыми стали члены команды «Жасулан» имени Баужана Мумушолы города Алматы. Второе место досталось республиканской школе «Жасулан» имени Талгата Бегельдинова нашего города. Третье место у столичной школы «Жасулан» имени Сагадата Нурмагамбетова. Дети каждый день сплачивались, подружились. Российская федерация с нашими ребятами, наши ребята с разных регионов, с друг с другом подружились. Я думаю, что главная задача – наш сбор выполнил. После вот этих мероприятий результат налицо. Значит, у нас начали ребята поступать в военные училища «Жасуланы». И главное, меня что радует, набор большой, имеется в виду, на одно место по 10-15 человек. Лучшие в состязании по военно-прикладным видам спорта, военно-полевой тактической игре, конкурсе робототехники и интеллектуальном конкурсе «Айбен Дарыне» удостоились наград и призов из рук министра обороны. В конкурсе «Мой робот» победителем стал воспитанник школы «Жасуланы» имени Баужана Мумушолы Рустем Жадегер. Он отмечает, что за 4 дня пришлось и бегать в жаркую погоду, и выполнять различные сложные задания. Но все же их команда стала первой. Помимо интеллектуального конкурса «Мой робот» я участвовал в физическом соревновании по тяге на перекладине. Также наша команда заняла второе место общекомандное, где мы показали хорошие результаты. Я хочу сказать, что самым сложным, но в то же время интересным для меня являлось преодоление препятствий. Вчера производился конкурс, то есть мы преодолевали большое расстояние, на пути которым нам предстояли преодолевать различные препятствия. Особым моментом в церемонии закрытия стало принятие торжественной клятвы, после чего был спущен флаг Айбен. И официально было объявлено – сбор завершен. Как отметил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Мухтар Майкеев, число участников с каждым днем растет. Теперь же со следующего года на конкурс хотят пригласить участников из семи стран. Для участников сбора и гостей показательное выступление. Своё мастерство в рукопашном бою показали воспитанники военной школы, а ребята из военно-технических школ продемонстрировали свои способности. Сразу после этого в небо подняли беспилотники. Воздушное шоу подготовили курсанты авиационного учебного центра и молодые летчики-выпускники военного института сил воздушной обороны. Фариза Албаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 19 молодых сотрудников получили свои первые офицерские погоны. Лейтенантские звания торжественно вручили на плацу управления внутренних дел Караганды. Мероприятие посвятили 25-летию казахстанской полиции. По традиции, чтобы подчеркнуть важность события, присвоение офицерских званий проводится на плацу управления внутренних дел Караганды. 19 молодых полицейских получили погоны лейтенантов. Среди них и Арайлы Мтоянкзе. С декабря 2016 года я работаю в полиции. Эта работа была мечтой с детства. И сегодня для меня два важных события. Это получение звания лейтенанта и день рождения отца. Я очень рада, ведь отец также мечтал об этом. В дальнейшем клянусь служить родине честно. Прежде чем стать сотрудником полиции, необходимо пройти проверку на соответствие официальным квалифицированным требованиям. Тех, кто выдержал первое испытание, направляют в специальный учебный орган в Тимиртау, где они проходят трехмесячный курс подготовки. В честь 25-летия казахстанской полиции в ВВД Караганды молодые сотрудники получили свои первые офицерские звания. 30 мая в Министерстве внутренних дел был подписан документ о присвоении этих званий. И сейчас вот вручаем погоны лейтенантов. И после вручения все сотрудники продолжат службу на своей территории. Получив свои первые офицерские погоны и памятки с рекомендациями о правилах несения службы и общения с гражданами, стражи правопорядка отправились в свои подразделения, чтобы продолжить работу. Гульнур Жакен, Ажара Гибаева, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И последнее. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» одолел Атырау и покинул дно Премьер-лиги. Очередной матч в рамках чемпионата Премьер-лиги закончился со счетом 2-0 в пользу горняков. Оба мяча в ворота соперников забил Марко Станович. Теперь у «Шахтера» 12 очков и они больше не последние в турнирной таблице. Спустя несколько десятков секунд после стартового свистка в воротах Атыраусов побывал первый мяч. После навеса Сергея Скорых с левого фланга Марко Станович головой точно замкнул передачу. Быстрый гол придал уверенности горнякам. В течение всего первого периода обе команды создавали опасную ситуацию ворот соперников. Под занавес игры «Шахтер» удвоил свое преимущество. Гол в свой актив снова записал Марко Станович. Сербский полузащитник карагандинской дружины поразил ворота прямым, мощным и точным ударом со штрафного. Уверенная победа горняков 2-0. Исполняющий обязанности главного тренера карагандинского «Шахтера» Андрей Финонченко заявил, что команде очень нужна была эта победа и это только начало. Наставник горняков заявил, что необходимо продолжать и дальше усердно работать и в следующих матчах играть только на победу. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Мансов Бумстер. Редактор субтитров А.Семкин